Примерно 8 из 10 лесных пожаров в Австралии случаются из-за ударов молний, и первыми от огня всегда страдают животные. За миллионы лет эволюции они придумали разные пути спасения. И это всегда срабатывало, но ровно до тех пор, пока причиной пожара не стали сами животные. В 1980-х годах пожарного по имени Дик Юсен вызвали для тушения огня в национальном парке Кокаду. Он устранил источник возгорания. Но вдруг заметил коршуна с горящей палкой в лапах. Птица пролетела ещё пару метров, уронила палку, и огонь тут же вспыхнул в новом месте. И сколько бы Юсен ни тушил его, очаги возникали снова и снова и снова. Как будто всё это было специально. Но это же звучит как полное безумие. Зачем хоть кому-то из животных поджигать свой собственный дом? Они ведь все знают, что пожар равно смерть. Да и где птица может взять огонь, чтобы научиться им пользоваться? Да как у этих двуногих всё так хорошо получается? Ладно, птицы, конечно, не разводят огонь самостоятельно. Во всяком случае, до сих пор люди не видели ничего подобного. Но зато они отлично пользуются пламенем, которое уже начало гореть. Как минимум три австралийских вида — чёрный коршун, коршун-свистун и бурый сокол — считаются серийными поджигателями. Вернее, распространителями огня. Первый источником огня может быть лесной пожар, вызванный молнией или любой другой причиной. Достаточно просто подождать, и обстоятельства обязательно подожгут всё вокруг. Останется подхватить горящую палку лапами или взять в клюв и перенести её в нужное место. Не удивлюсь, если выяснится, что птицы додумались вытаскивать даже ветки из костров. Что дальше? Поленья из камина. Но погодите, я всё ещё не понимаю, в чём вообще смысл. Не могут же птицы делать это просто из вредности? Или желание сжечь всё вокруг? И причина действительно в другом. Как только начинается пожар, большинство животных просто обязаны спасаться бегством. Они выбираются из своих укрытий и двигаются в определённом направлении, противоположном движению пламени. Это срочная эвакуация, механизмы которой заложены природой. И птицы-поджигатели отлично всё понимают. Никто не станет спорить с инстинктом самосохранения и рассуждать о том, что вдруг где-то затаились хищники. Может быть, стоит осмотреться? Какие к чёрту хищники? Мы горим. А что остаётся сделать в этот момент, когда другие животные напуганы? Атаковать. Наверное, это самый быстрый и самый простой способ охоты из всех, которые когда-либо изобретали хищники. Интересно, а зверьки, которые убегают от пожара, считаются фестфудом? Но когда ты птица, нужно действительно постараться, чтобы понять принцип работы огня. Понаблюдать, сделать выводы, проверить, как именно распространяются пожары, можно ли взять кусочек бедствия с собой и перенести его на нужное место. Это только на первый взгляд кажется простым, потому что люди научились пользоваться огнём слишком давно. И знаете что? Возможно, птицы прошли похожий путь. Коренное население Австралии всегда знало о тех, кого называли огненными ястребами. Пока учёные ещё спорят, действительно ли птицы могут сознательно поджигать что-то, простые люди разобрались во всём ещё 40 тысяч лет назад. И они уверены. Да, птицы могут и постоянно делают это. Полнейшее безумие. С другой стороны, почему нет? Ведь люди когда-то сообразили, что можно использовать пламя, которое создают молнии в своих целях. Так почему другим нельзя? Птицы тоже могут наблюдать и анализировать, что мешает им приручить огонь. Дайте этим пернатым ещё немного времени, и через пару тысяч лет они додумаются до своего собственного Фейсбука. Впрочем, использование пожаров – не такая уж уникальная способность. Просто обычно животные не устраивают эти пожары самостоятельно, но они давно сообразили, как извлечь из разрушительной катастрофы максимальную выгоду. Марабу, как и некоторые другие птицы, следуют за пожарами, а не перед ними. Они обычно питаются падалью, а также насекомыми и всякой мелочью вроде грызунов. Так что выгоревшая земля для марабу – идеальное место, чтобы устроить пир. Не зря их называют гробовщиками. И не важно, что такое прозвище мрабу получили из-за внешнего вида. Согласитесь, они не очень симпатичные. Некоторые наземные хищники тоже используют пожары в своих корыстных целях. Медведи и еноты нередко охотятся на животных, которые пытаются спастись от огня. Не знаю, как они сами при этом не загораются, но, может быть, всё дело в опыте и холодном расчёте. Когда понимаешь, в какую сторону и с какой скоростью движется огонь, можно составить план действий. Впрочем, у многих видов и так существует свой собственный алгоритм спасения. Далеко не все животные бездумно бросаются прочь от огня. Земноводные могут закапываться в грязь, какие-нибудь лоси переждать катастрофу в ближайшем водоёме, а кенгуру вообще иногда бегут навстречу пламени. Если верить исследованиям, кенгуру, как и другие сумчатые валаби, рискуют, пересекая границу пожара, чтобы занять уже сгоревшую территорию. Их можно понять. Раз там уже ничего не горит, значит, гореть нечему. Значит, безопасно. Возможно, если бы животные научились тушить пожары, нам всем стало бы намного проще. Но до этого пока далеко. Пока что максимум, который может предложить природа, это птицы-поджигатели и шимпанзе, которые понимают огонь. Не в том смысле, что они разговаривают с ним, как Гарри Поттер с камином. Шимпанзе остаются хладнокровными перед огнём, обладая почти человеческой способностью предсказывать распространение лесных пожаров. Видя пламя, они спокойно его избегают. Никакого стресса. Между прочим, именно с этого наши далёкие предки когда-то начали приручение огня. Вряд ли перспектива начать использовать огонь есть у каких-нибудь других животных, вроде черепах. Но зато они научились спасать от бедствий других существ. Черепаха-гофер умеет рыть отличные норы, которые во время пожаров или ураганов служат убежищем для более чем 350 других видов. И главное, хозяйка норы вообще не возражает против неожиданного соседства. Хотя рядом с ней прячутся и змеи, включая гремучих, и кроликовые совы, и разные лягушки, беспозвоночные, и вообще, наверное, каждый, кто может пролезть через вход. Возможно, если бы все те же животные, которые на самом деле страдают от пожаров, поняли, что иногда их причиной становятся птицы, они бы... ну, как-нибудь с ними разобрались. Возможно, многие возгорания в Австралии потушили бы гораздо быстрее, если бы не любовь пернатых к фастфуду. Но не только хищные птицы устраивают пожары. Вы наверняка видели, как пернатые сидят на проводах. Совершенно обычная картина. Если это современные провода, то всё должно быть в порядке. Но если линии электропередач были спроектированы в начале прошлого века, то птица вполне способна спровоцировать появление случайной искры. Но не думали тогда о влиянии на дикую природу. Птица может даже просто врезаться в провод, а дальше искра попадает на перья, перья загораются и... Да, беднягам действительно не повезло. Но, оказывается, примерно тысячу лет назад люди даже использовали способности птиц к поджиганию. Понятное дело, тогда ещё не существовало проводов и до изобретения электричества было далеко. Княгиня Ольга, правившая Киевской Русью, использовала птиц, чтобы захватить город Искростень. Осада длилась целый год, пока Ольга не пошла на хитрость. Она предложила жителям заплатить ей странную дань по три голубя и три воробья с каждого двора. Люди, конечно, удивились, но согласились и отдали Ольге птиц. Тогда она приказала привязать к каждой немного сухой травы, а ночью, когда стемнеет, поджечь траву и отпустить птиц. Голуби полетели в свои голубятни, воробьи под крыши, начался пожар, и жители были вынуждены спасаться. Город был взят. Получается, такая штука, как пожары, может быть выгодно хищникам и княгине Ольге? В принципе, похоже на правду, но когда я стал изучать этот вопрос, то обнаружил неожиданную вещь. Оказывается, из-за пожаров животные почти не гибнут. Если они, конечно, не длятся очень долго, происходят из-за естественных причин и не захватывают слишком большие территории. Животные привыкли к тому, что на земле время от времени что-то горит и знают, как себя вести. Более того, пожары даже положительно влияют на природу. На выгоревших пастбищах, например, появляется в 20 раз больше корма для лосей. Вряд ли лоси будут выступать против пожаров. К тому же дикие территории, такие как леса и прерии, естественным образом разрастаются и со временем меняются. Пожар — это что-то вроде кнопки перезагрузки, когда всё откатывается к заводским настройкам. Но иногда даже самая лучшая перезагрузка на свете может выйти из-под контроля и выдать синий экран смерти. Лесные пожары бывают настолько интенсивными, что могут создавать свои собственные погодные системы, вызывая ещё больше пожаров. Ага, вы не ослышались. Пожары, которые вызывают пожары. Дым и горячий воздух поднимаются вверх, где образуются перокучевые облака. Дрожащий воздух заставляет капли воды и кристаллы льда сталкиваться, накапливая электрический заряд и превращая систему в гигантский грозовой гриб. Грозы означают ветер, который раздувает пожар, и молнии, которые вызывают новые очаги на большом расстоянии. Как минимум однажды такой гриб создал даже огненная торнадо. Представляете себе последствия? Фух. В общем, всё хорошо в меру. Особенно огонь. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok